Славянская радио Всем здравия! С вами Народная Славянская радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 6 июня 2017 года, вторник, по одному из старинных 16 месяцев ветров 7525 лета недели. То-то я смотрю, мне делать особо ничего не хочется, но так или иначе у нас намечен эфир, а если намечен, то он будет называться так. Практика применения полифитоконцентрата «Радуга-3» и экстракта «Феникс-4» при оздоровлении онкологии. Тема серьёзная, тема значимая, важная. А раз так, кто с нами, наш народный доктор Захар Белинский. Арират, здравия тебе, Арират! Здравия, народ! Рад слышать всех. Итак, давай-ка немножечко расшифруем, что за такие фито, не фито, как там они называются, препараты, полифитоконцентраты. Надо это понять, что же такое означает. И, в общем-то, наверное, уже перейти к самому серьёзному. Что с ними делать и как их применять при очень серьёзном недуге онкологии. Давай поговорим, Алексей. Я хочу напомнить немного о плане нашего сегодняшнего эфира, чтобы сразу примерно объяснить слушателям, о чём сегодня пойдёт речь. Значит, как было указано в анонсе, мы поговорим и о «Радуги-3», и о «Феникс-4» как таковой. А прежде я считаю целесообразным рассмотреть вообще роль возможности приготовления и вообще возможную роль стерильных экстрактов трав в народной медицине. В принципе, это очень новая такая отрасль, революционная для народной медицины. В принципе, в обычной медицине там применяются различные химикаты и всё такое. Из них делаются внутривенные инъекции. А вот натуральные фитопрепараты в инъекционном виде до этого ранее, в принципе, нигде не применялись. Ну, возможно, где-то и применялись, но мне об этом неизвестно. Но сразу обмолвусь, чтобы никто на меня губы не дул, что, в принципе, не я первый решил создать вот такие вот стерильные, стерильные экстракты трав. Но, возможно, я первый, кто настолько глубоко, ну, не то, что там первый, не первый, но, возможно, первый проходит того пути, что углубился в отношении такого большого количества трав. То есть не остановился на одной-двух, а пошёл дальше рассматривать различные их виды и в их взаимодействии между собой. Так вот, сегодня мы ещё поговорим о понимании сути этого метода, то есть зачем вообще, для чего это нужно и так далее. Мы с Алексеем научим немножко, не то, что научим, а расскажем о том, как можно это делать в домашних условиях. Вот, если вдруг кто-то занедужил, ну, и нужна какая-то экстренная такая очень сильная помощь, очень сильное воздействие, потому что подобного рода терапия, как внутривенное вливание экстрактов трав, ну, может быть, в сотни, может быть, ну, не знаю, там, в тысячи, на самом деле я не измерял, но гораздо-гораздо более сильнее, чем фитотерапия в обычном виде. И бывают такие случаи, когда нужно очень мощное такое воздействие на организм для того, чтобы перебороть болезнь. В частности, это, возможно, нужно в случаях, когда уже, сегодня мы говорим в том числе и об онкологии, так вот, перейду на эту тему немного, когда присутствует, допустим, третья-четвёртая стадия онкологии, когда идёт обширный процесс по всему организму. И вот тогда применение просто фитопрепаратов, то есть в их питьевой форме, не всегда эффективны, не всегда быстро, не всегда успевают за скоростью развития рака. Причём в таких случаях обычно эффективны, ну, в обычной фитотерапии используются уже яды, там, болиголов, там, ну, и так далее. Не будут на них специально останавливаться. Вот, только они проявляют свою эффективность, потому что обладают большой токсичностью, и даже при переральном применении они как-то целиком воздействуют на организм, и в том числе воздействуют и на раковый процесс. Но здесь такой принцип, что умрёт раньше, как бы, организм или рак. Потому что в любом случае боли головы, хоть это и лечебная травка, но она токсически воздействует и на организм, и на печень, и на почки в том числе. И может так случиться, что как бы лечимся от рака, а погибаем от почечной недостаточности. Поэтому к применению яда нужно подходить очень-очень осторожно, осмысленно, и понимать, когда их есть смысл принимать, и когда лучше от них воздержаться. И вот в таком случае, когда имеется обширный процесс, и организм охвачен, и, по сути говоря, он уже погибает, в принципе, необходимо такое ударное воздействие какими-то целебными свойствами. И в этом случае нам поможет стерильный экстракт трав. Когда мы эти травы в чистом виде вводим прямо в кровеносное русло, и эти травы, эти фитокомпоненты начинают незамедлительно действовать. Причём подобный аналог есть в обычной медицине, и называется это всем нам известно химиотерапия. Но там аналог какой? Там используются именно химические препараты, синтетические, которые воздействуют на организм наподобие ядов. То есть они убивают рак, но и в то же время наносят ущерб организму. Опять же тот же принцип, что умрёт раньше, рак или человек. Если раньше умрёт рак, повезло, хорошо. Хотя на своей практике я очень редко такое встречал. Наблюдается, конечно, при химиотерапии снижение активности онкопроцесса, наблюдается некоторое уменьшение размера в опухоли, но на какой-то определённый период. Когда химиотерапия заканчивается обычно, то всё это либо сходит на нет, либо, наоборот, онкопроцесс начинает усиливаться. А здесь чем хороши вот такие вот стерильные фитоконцентраты? Тем, что они не наносят урон организму сами по себе. Попадая в организм, действуя, они расщепляются, распадаются на составляющие, которые либо усваиваются нашим организмом, либо без каких-либо осложнений на организм из него выводятся. Вот, но это пояснение к одной из тем нашего разговора. Также сегодня в эфире мы расскажем об особенностях применения растворов перекиси и соды всё-таки. Ну, потому что подобные вопросы задают постоянно, народ постоянно интересуется, тема достаточно животрепещущая, и поскольку мы всё равно будем затрагивать онкопроцессы и их лечение, оздоровление плёнка в процессах, реабилитация онкобольных, то поговорим в том числе и об этом. Почему ещё также имею необходимость поговорить об этом? Потому что, на мой взгляд, сталкиваюсь с большим ошибочным, скажем так, таким явлением, когда очень многие… Вот здесь вот тема такая достаточно интересная, и нужно аккуратно подходить к обсуждению этого вопроса и к её изложению. Поэтому я стараюсь очень внимательно подбирать слова, чтобы никого, во-первых, не обидеть, и, во-вторых, не исказить суть. Так вот, очень многие люди, из тех, с кем я разговариваю, из тех, какие, допустим, беседы, диалоги наблюдаю в интернете и в жизни, очень сильно надеются на соду. И очень много роликов, говорящих о том, что сода – это такое очень суперсредство, панацея, помогает и так далее. Это всё так, но при развитом онкопроцессе, в моей практике, по крайней мере, и во всех моих представлениях, сода уже не помогает. Когда онкопроцесс развит, нужно использовать что-то более сильнодействующее. Ну и вот эту тему мы затронем дальше. А сейчас, в самом начале, чтобы логически, можно сказать, начать или продолжить эфир после такого достаточно развернутого анонса, я бы хотел сказать вот о чём. Вообще, как пришла идея, почему начал задумываться о приготовлении стерильных полифитоконцентратов. Что такое, собственно говоря, полифитоконцентрат? Слово иностранное. Ну, у нас очень, к сожалению, малая часть народа живёт по-русски, разговаривает по-русски, а всё больше западная пришла, устоявшаяся модель общения и понимания, и слов. Ну, поэтому для того, чтобы всем было понятно, вот так и нарекаешь. Полифитоконцентрат. То есть поле – это много, фито – травка. Ну, и концентрация, соответственно, говорит о том, что там насыщенный раствор. Вот. Значит, как к этому пришёл? Пришёл таким образом, что, сталкиваясь с онкобольными, начиная какую-то реабилитацию, оздоровление, в своей практике понимал, что необходимо какое-то более сильнодействующее средство, чем те, которые уже имеются, там, фитотерапия, там, ещё что-то. И начал над этим задумываться, причём так усиленно задумываться. В начале, в начале своей практики привал просто стандартный вот раствор перекиси водорода, который я там выложил в Ютьюбе. Есть ролик о том, как его готовить. Вот я такой составливал. И там присутствовал экстракт корня солодки. Вот. То есть его тоже нужно было готовить. И, собственно говоря, приготовление всех этих стерильных фитоэкстрактов началось с приготовления экстракта корня солодки. После того, как я его приготовил и начал его применять и внедрять, возникла такая идея, почему бы не делать то же самое с другими травмами. Единственная проблема была эта концентрация, подбор концентрации, какую же всё-таки использовать. И вот здесь пришлось потрудиться, там, поэкспериментировать, причём на самом себе. Ну, слава богу, он выжил и всё такое, собственно говоря. Жил здоров. Ну, с Божьей помощью всё получилось хорошо. И обратил внимание на травы, которые завсегда помогают. При вот онкопроцессах, собственно говоря, эти травы вошли впоследствии в состав «Радуга-3». И там всего трав семь, он состоит из семи трав. Ну, восьмую траву я сейчас пытаюсь добавлять. Если кто следит за моими новостями, то видел анонс по лимону. То есть я создал экстракт лимона. И он тоже обладает достаточно большими такими противоонкологическими свойствами. Но, во-первых, из-за того, что содержит в себе витамин С. Витамин С – это сильнейший антиоксидант. То есть, опять же, вещество, которое помогает снимать, уничтожать ракопроцессы. И вот я его сейчас потихоньку подключаю к этому составу. А так, в целом, там находятся семь трав. Это полынь, это чага, дуб, береза, сабельника, дуванчик, вернее, корень дуванчика, гранат. И вот это семь. И восьмой, возможно, лимон. И, собственно говоря, что там. Значит, в самом начале обещали еще с Алексеем, вы говорили, что научим немножко вас готовить, как все это, собственно говоря, делается. И, наверное, это наиболее важно будет в сегодняшнем эфире рассказать вам, как готовить, потому что, ну, мало ли кто из вас попадет в какие ситуации. И вообще идея основная наших эфиров заключалась в том, чтобы рассказывать народу, как можно себя за волосы из болота вытащить, если попал в какую-то сложную ситуацию, живешь где-то, где не особо все доступно. Вот. Так вот. Что нам, собственно говоря, для этого надо? Опять же, сейчас немножко говорю, что то, о чем я сейчас буду рассказывать, его нужно делать подготовленному человеку, то есть тот, который будет понимать легко то, о чем я сейчас буду говорить. Если вы не понимаете или не до конца понимаете то, что я сейчас буду говорить, вам что-то не ясно, тогда есть смысл засесть за изучение, что-то изучить, подучить, с кем-то поконсультироваться или пригласить человека, который в этом понимает. То есть, можно сказать, это нужно делать профессионально. Причем для занятия всем этим нужна определенная среда. То есть, что значит, нужно какое-то помещение, где бы поддерживалась стерильность. Хотя бы относительная, ну, ее можно в домашних условиях добиваться, допустим, при помощи глобальной уборки, при помощи чистящих средств и при помощи дезинфекции ультрафиолетовым светом и тому подобным. Ну, то есть, помещение должно быть дезинфицировано. Сами руки, одежда человека, который будет заниматься приготовлением этих составов, тоже по возможности должна быть чистая. Может, какой-то халат стерильный, там маска, шапка на голову, перчатки. Ну, это чтобы там не волосы и не прочая там штука не попадала в составы, которые вы будете делать. Вот. Значит, ну, я сейчас расскажу на примере приготовления, допустим, экстракта солодки, в котором все началось, о котором мы уже говорили. Так вот, ну, первое, что делаем, это, соответственно, делаем водный экстракт корня. Вот. Об этом много писалось, много говорилось. Что касается солодки, то мы берем здесь 1 грамм на литр. 1 грамм корня. Причем корешок вот этот желательно так хорошо размельчить, чтобы он был так мелкий-мелкий. Чем сильнее мы его размельчим, тем лучше он будет отдавать свои фитокомпоненты. Измельчаем его, и затем, желательно, в стерильной посуде мы начинаем экстракцию. То есть, попросту говоря, его варим. Варим мы его, образно говоря, там 15 минут. Варим его, затем после 15 минут мы его полчаса настаиваем. Настаиваем после того, как мы его настояли. Дальше применяем стерильную вату, стерильный бинт, и делаем такой достаточно объемный фильтр, чтобы вот этот литр пропустить через стерильную вату, через несколько слоев этого бинта. То есть, берем стерильную вату, обматываем его стерильным бинтом, получаем такую большую подушку, которая будет служить нам фильтром. Вот. И через эту подушку, через этот фильтр мы проливаем наш экстракт, то, что мы там накипятили, проливаем. Марля и бинт задерживают там все вот эти вот корешки, все лишнее, и водичка проливается в заранее приготовленную какую-нибудь такую стерильную стеклянную емкость. Что значит стерильную? Значит, мы эту емкость предварительно простерилизовали. Вот. Лучше всего это делать в каком-нибудь специальном таком стерилизаторе. Они там бывают сухожарные, бывают там при помощи пара, но это уже ваш выбор, ваша забота, какую вы будете использовать. Либо же можно в домашних условиях при помощи пароварки делать. Там берете пароварку, лучше металлическую, вот. Берете флакончики, лучше медицинские. Такие в аптеках продаются, там физрастворы и так далее. И вот ставите их в пароварку, горлышком вниз, чтобы пар прямо в них заходил. Ну и, собственно говоря, пароварите их. Пароварите, ну, где-то, ну, 30 минут-час. Ну, чем больше пропароварите, тем лучше. И, собственно говоря, пропароварить нужны и пробки на этих флаконах. Не только с вами флаконы, но и пробки. Вот. Пропароварили, значит, заведомо заранее. Они у вас стоят чистенькие. И вы в эти чистенькие бутылки сливаете, значит, профильтрованные через стерильную вату экстракт. Пролили, он там в бутылочке появился. Замечательно. Теперь закрывайте его стерильной пробкой. Лучше, чтобы весь этот период ваши руки были в перчатках. И теперь, после того, как вы это пробкой закрыли, снова берем этот флакончик и кладем его либо в стерилизатор, либо в домашних условиях в пароварку. И еще полчаса мы там его стерилизуем. Вот. Но это как в том анекдоте. Бинт, презерватив бинта, никакого секса. Вот. И стерилизуем там его еще полчаса. И после того, как простерилизовали полчаса, достаем. Полчаса, ну, собственно говоря, охлаждаем. И после того, как он охладился, он, в принципе, готов к применению. Его лучше поставить в холодильник. Ежели вы не занесли туда никакой, собственно говоря, сторонней инфекции, ничего туда не попало, то этот состав может храниться у вас и полгода, и год в холодильнике. Ничего с ним не произойдет. Из него шприцом, стерильным, опять же, аккуратненько выбираете ту необходимую дозу, там, корня салона, которая вам нужна, и используете. Вот. Относительно необходимой дозы читайте, смотрите там в моих записях, в социальных сетях, на сайте, в Ютьюбе. Вот. У кого будут особые вопросы, пишите на радио, будем всем отвечать. Это что касается теории приготовления. Может быть, какие-то есть у тебя или у наших слушателей вопросы, Алексей? Я думаю, что ты так подробненько все рассказываешь, что вопросы сами собой отпадают, или даже нет. Ты не вызываешь возможности их появления. Не вызываю возможности появления, но... Да, ты все хорошо рассказываешь. Ну, хорошо, тогда поехали дальше. Давай. Значит, что касается, собственно говоря, того, что использую я, это вот «Радуга-3». Кстати, интересное такое название, вот, почему именно «3». Там у меня, значит, есть очень грамотный, очень знающий человек, который занимается нумерологией и все такое, и вот он посчитал. Посчитала вот эти вот числовое значение букв, числовое значение вот этой вот цифры, которая там присутствует. И получилось, что для того, чтобы все было хорошо у этого состава, чтобы оно благостное и работало как надо, нужно вот к слову «Радуга» прибавить еще, значит, вот «3». Ну и вот отсюда поэтому и повелось «Радуга-3» и по такому же принципу «Феникс-4». Вот, почему «Радуга»? Потому что, ну, во-первых, «Рай» — это свет истины, да, там «Ду» — множество, и «Га» — путь, то есть, ну, множество путей есть. Ну, собственно говоря, это, конечно, в прямом смысле не относится, но в плане оздоровления здесь, да, здесь присутствует много трав, которые сами по себе и каждая действует по-разному. И, в принципе, каждая из этих трав, которая входит в состав «Радуги», она, в принципе, сама по себе несет возможность выздоровления тонкозаболевания. Например, полынь, ее можно абсолютно спокойно использовать как самостоятельное противоонкологическое средство. Точно так же и «Чага», точно так же и «Дуга», точно так же «Береза», «Сабельник», «Корень одуванчика», «Гранат». В принципе, каждое, вот о каждом из этих средств есть прецеденты, которые говорят о том, что принимая, допустим, только одно вот это средство, человек увеличился от какой-то там формы рака. Но здесь они собраны вместе для того, чтобы усилить все это, и поэтому множество, да, путей, скажем так, выздоровления. Ну и, собственно говоря, после того, как я создал этот состав, начал его применять. Сначала аккуратно, потихоньку, там начинал, ну, на себе, конечно, я там сразу внутривенно, а вот разговаривая с пациентами, начинал его применять аккуратненько, там, возможно, где-то начинал ректально, то есть капельницы в прямую кишку, назально, вот, подкожно, там, потом что-то внутримышечно, вот, ну и потом уже внутривенно. В основном у пациента это были, ну, скажем так, не то что безнадежные, но тех, от кого больницы и медучреждения уже отказались, тех, кого уже так потихонечку помахали рукой, говорят, идите, раздайте долги, идите там, купите себе место на кладбище, и вот потихонечку давали им первую группу инвалидности, ну, что, мол, уже все, и отправляли. И вот с таким людям я все объяснял, говорю, что есть вот такая возможность, но нужно пробовать. И, собственно говоря, поскольку сзади уже похлопывала крышка гроба, терять им было нечего, то мы начали с ним этот путь, и, в принципе, со всеми, кто выполнял мои рекомендации, кто проходил это лечение до конца, со всеми мы успешно вышли на выздоровление. Вот, слава богу, конечно. Ну и что можно? Давайте дальше я уже поговорю о том, при каких конкретно случаях помогает радуга. Вот, вопросов я пока не вижу, насколько я понимаю. Пока вопросов нет, я еще раз говорю, ты очень хорошо все рассказываешь подробненько. Либо неинтересно, либо хорошо, либо неинтересно. Нет, либо хорошо рассказываешь, это я чувствую. Да. Вот, и, значит, первое, как я сказал, начал применять его ректально. Ректально, когда начал применять, ну, так сложилось почему-то в тот период, наверное, большая часть моих пациентов были женщины. А женщины, народную медицину, ну, вообще к врачам, очень часто обращаются именно с женскими проблемами. Наиболее часто встречающимися женским проблемами – это миомы и эндометриозы. Ну, и какие-то такие подобные еще штуковины мочеполовой системы, которые либо мешают им жить по-нормальному, либо мешают забеременеть. То есть получается такая бездетность. Вот. И было замечено на практике, и впоследствии эти женщины выздоровели, что при переменении ректальных вливаний радуги, то есть и ректальных, и, в принципе, эндовагинальных вливаний, то есть как выполняется это ректальное там вливание. Мы берем флакончик физраствора, добавляем в него определенное количество полифитоконцентратора радуга-3, вводим в него систему для внутривенного вливания. Из этой системы для внутривенного вливания мы удаляем углу, мы удаляем жесткое основание иглы, остается только мягкий силиконовый наконечник. И вот этот мягкий силиконовый наконечник, немножко обработав вазелином, мы вводим в анальные отверстия достаточно глубоко, сантиметров на 15-20, для того, чтобы вот этот вот наконечник капельницы попал в область сигмовидной кишки. Потому что эти составы, помимо РАВ и Г-3, они всегда обычно содержат еще перекись водорода в небольшом количестве. И вот если перекись водорода там будет капать в прямую кишку при ректальном вливании, то она будет ее раздражать и будет появляться под дефекацией, к опорожнению кишечника. А если трубочку вести чуть дальше, в сигмовидную кишку, то там не будет вызываться такого раздражения, кстати, очень важно, при этом лежать нужно на левом боку, поджав коленки к груди. Вот, то, попадая в сигмовидную кишку, такого раздражения вызываться не будет. И спокойно, собственно говоря, эта капельница будет туда входить. Причем очень важный момент, капельница должна быть температурой человеческого тела, для того, чтобы она хорошо усваивалась. Вот. И свежеприготовленная. И вот, при проведении таких капельниц, ну, может быть, порядка 10-15, проводили повторные исследования, УЗИ, еще различные методы, и было установлено, что миомы уходят полностью, в большинстве случаев, ну, и практически полностью уходит эндометриоз. Эндометриоз – такая штука, с которой нужно повозиться несколько дольше. Вот. И это не на одной женщине, а, собственно говоря, на многих было замечено. Потом, впоследствии, я стал дополнять, вернее, еще расширил способы применения полифитерпиоцентрата. Помимо того, что я вливал его ректально, я ставил внутримышечные уколы. То есть набирал шприц определенное количество и в чистом виде ягодицу делал внутримышечные уколы. И тем самым я усиливал присутствие полезных веществ, содержащихся в радуге, в области малого таза. И таким образом еще дополнительно воздействовал. То есть было воздействие в данном случае уже на двух уровнях. Ректально, там через сеть капиллярных сосудов, всасывая в сигмовидной кишке, вот она распространялась по малому тазу. И внутримышечная, когда мы вказывали также через венозную кровь, она также распространялась там по области малого таза. Впоследствии я пришел к выводу, что можно также еще дополнительно в проекции матки вот кожу спереди подкалывать в области, но тоже радугу под кожу подкалывать, там напротив матки, собственно говоря, и таким образом еще усиливать. И при таком вот уже тройном воздействии, конечно, выздоровление наступало у пациенток еще быстрее. Но опять же, здесь скорость выздоровления, понятие достаточно такое субъективное, я имею в виду в целом, оно основывается и на, во-первых, свойствах организма, на его, скажем так, способности к регенерации, это на скорости обменных процессов, на качестве состояния жидкостных средств организма, состояние выделительной системы и тому подобное. К тому же еще важное значение иметь периодичность проведения процедур. То есть если человек проводит процедуру раз в неделю, это одна скорость выздоровления, если там ежедневность, совершенно другая, это тоже нужно понимать. Но здесь при этом, при всем, нужно очень правильно и искусственно построить, адаптировав его под пациентов, график приема и график процедур, потому что, опять же, способность к восстановлению после процедуры у всех разная. Здесь сразу же следует оговориться и рассказать вот о чем, что поскольку полифитоконцентрат радуга 3 это все-таки сильнодействующий, хоть и фитопрепарат, но сильнодействующий, в пик своего воздействия, то есть когда мы его ввели, неважно там инфузионно, то есть внутривенно, или внутримышечно, или ректально, но ректально и подкожно действуют слабее, вот наиболее сильный эффективный вариант это внутривенно, следом за ним идет внутримышечно, потом подкожно и уже ректально, назально. Так вот, при внутривенном введении и при внутримышечном введении мы получаем достаточно сильную реакцию организма. И, собственно говоря, эта реакция является одной из целей использования полифитоконцентрата радуга 3. У человека поднимается температура 38, 39, 40, 41 даже. И здесь нужно понимать, что температура в организме человека поднимается не потому, что просто там из-за того, что ему кололи радуга, а температура, подъем температуры в организме человека, это всегда ответная реакция иммунной системы. И если у человека после введения радуги для аналогичных препаратов поднимается температура, это говорит, что иммунная система работает, это говорит о том, что у человека есть шанс на выздоровление. И чем выше после такого вливания поднялась температура, тем выше этот шанс. Потому что при поднятии температуры 38,5-39 начинают в большом количестве погибать болезнетворные роботы или микробы, которые находятся внутри нас, эти бактерии. И таким образом наступает выздоровление. Причем помимо поднятия температуры может возникать еще титания, тремор. То есть человек трясти может очень сильно. Прямо он сидит и его трусит, как будто он на вибростенде сидит. Может начаться выламывание, могут начаться сильные боли в очагах инфекции. У меня был такой случай, когда у одной пациентки буквально отнялись ноги. Но не в плохом смысле, а это был такой эффект терапевтического воздействия. Так сложились обстоятельства в ее случае, что необходимо было с самого начала применить очень большую дозу препарата. И человек был на это готов, был предупрежден, узнал, что могут быть сильные последствия. И нужно сказать, что у этого человека был процесс игновидной кишки. И когда радугу ввели в организм, у него начались очень сильные боли в области поясницы, в области малого таза, то есть в очаге инфекции. Именно там. И боли были настолько сильные, что в определенный момент организм просто отключил нервные центры для того, чтобы человек не испытывал боли. Но и при этом утратилась способность передвигать ногами. Не совсем, но на 90%, скажем, очень еле-еле человек мог ногами шить. Но на следующее утро все это восстановилось, все было хорошо. То есть человек смог ходить и так далее. Но вот в период, в пик применения могут быть вот такие состояния. И причем со слов пациентов, которые, ну практически все мои пациенты, которые ко мне приходят, они обычно уже до этого были в обычных онкоинститутах, где-то в онкоклиниках. Им делали химиотерапию, что-то подобное. И они пережили воздействие химиотерапии, знают, как она воздействует на них здоровье. Так вот, многие из них говорят, что воздействие радуги, именно в пик воздействия, сильнее, чем воздействие химиотерапии. И вот, говоря такие слова, я понимаю, что некоторые из вас, те, кто, допустим, испытал на себе воздействие химиотерапии, подумают, да ну его, типа, мы так тяжело перенесли химиотерапию, а тут еще сильнее что-то. Говоря слово «сильнее», я имею в виду несколько иное, чем вы можете понять, вернее, чем вы можете себе представить. Образ, вернее, по-простецки говоря, химиотерапия глушит человека, то есть вводит его в настолько дискомфортное состояние, что человеку очень плохо. Ну, это как химическое отравление, в принципе. Те, кто не испытывал этого, вряд ли поймут, но те, кто испытывал либо химическое отравление, либо химиотерапию, понимают, о чем я говорю. А при воздействии радуги состояние похоже на простуду с очень высокой температурой. То есть нет симптомов какого-то отравления, нет ощущений того, что тебе плохо, именно таких ярко выраженных. То есть да, высокая температура тебя трусит, да, может что-то очень болеть, но это все похоже, прежде всего, как бы сильная простуда. Такое ощущение, как будто организм очень активно борется с какой-то инфекцией внутри организма, типа с простудой. Вот. И по воздействию с химиотерапиями они не сопоставимы, но эффект самого воздействия, вот эта вот тряска, температура поднимается выше, чем при химиотерапии, но переносится легче. Вот. Собственно говоря, Алексей, может быть, что-то есть дополнить, сказать, подсказать? Да даже и не знаю, что подсказать на полный. Дело в том, что все ты, опять же, рассказал очень подробно, настолько подробно, что и вставить нечего. Все ощущения, которые при вводе этих препаратов ты обозначил, на себе я испытывал, так что все хорошо, все верно. Так, тут вот я одновременно еще читаю чат. Ну давай, если же тему ты раскрыл, то нужно потихоньку в чат приходить. Не совсем раскрыл, я ее только начал раскрывать, просто я тут разглянул в чат. Я еще в чате там у тебя сижу, поэтому там и там подглядываю. Красавец, я понимаю. Хорошо. Да давай эту тему раскрой, а я тогда уже потом вопросы буду задавать. Или ты хочешь сразу к вопросу? Да нет, 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 давай, как договорились. Значит, это я рассказал по поводу ректрального введения в основном, и как радуга-3, она работает при женских таких проблемах. Дальше очень тоже такое интересное, кстати, побочное действие, оно было выявлено, собственно говоря, случайно. Это как радуга действует против червей, против глистов. Вот, она действует следующим образом. Был тоже такой один курьезный случай, как говорил один из корифеев народной медицины, вылечились случайно. Вот эта вот случайность выздоровления произошла следующим образом. У меня есть дистанционные пациенты, которые не то что ходят ко мне на приём, они находятся в других городах, и я общаюсь с ними каким-то удалённо. Так вот, одна из таких пациенток, она в четыре раза перепутала концентрацию. То есть люди, которые находятся в других городах, они, бывает, обращаются, говорят, так и так, приехать не можем, но хотим использовать ваш метод. Тогда я им отправляю свои составы, и они там дома у себя строго следуя моим рекомендациям, дальше оздоравливаясь. Так вот, она в четыре раза перепутала концентрацию, то есть сделала концентрацию в два раза больше и количество в два раза меньше. Получается, состав получился в четыре раза более насыщенный, чем я ей предлагал. Ну и что получилось? Что в радуге-3 очень сильно подействовало, у неё там была высокая температура, слабость и так далее. Но что примечательно, из неё повыпадали червяки, и выпала даже половина ленточного червя. А тот, который не выпал, он очень переживал, то есть начал беспокоиться, и при следующем вливании выпал полностью. Вот. И потом начал обращать внимание и просить специально других пациентов обращать внимание на кауна, то, что из них выходит. И многие из них говорят о том, что из них выпадают черви, из них выпадают какие-то там медузоподобные разноцветные образования. Но я считаю, что это грибковые структуры из них выпадают. А именно вот такие плотные медузообразные штуки – это мицели, то есть центры грибницы. И с того момента, как мицели из организма человека выпадают, то человек начинает уже активно выздоравливать. Вот. То есть когда организм человека наполняется вот этими всеми травками, введённые внутривенно, и разносятся везде, там, до каждого меньшайшего капилляра, поскольку червяки в нашем организме, в большинстве, это кровососы, они, естественно, тоже засасывают в себя эти травки и дохнут. Вот. И потом выходят из нас вместе с нашими экскрементами. Вот тут давай немножечко поподробнее по поводу того, что сделала пациентка. Значит, ещё раз. Какой был раствор, какой нужен был концентрат, и какой она применила, и в каком порядке? Вот с этого момента поподробнее. Хорошо. Сейчас я расскажу. Но единственное, сразу говорю, что так делать не нужно. Вот. Но, значит, что она сделала? Она, ну, условно говоря, я доподлинно не помню, какую концентрацию, но это на самом деле и не важно. Сейчас поймёте, почему. Объём вливания составляет 100-200 мл. Общий состав раствора. Он делается как? То есть берётся, допустим, 200 мл физраствора, в него добавляется, допустим, 2-3 кубика радуги, вот, добавляется там витамин С и, грубо говоря, 6-10-12 кубиков перекиси водорода. И вот такой вот состав должен быть. Он вливается внутривенно. Так вот, я примерно такой состав и написал. И вот она, концентрацию именно радуги, ни перекиси водорода, ни там фитраствора, ничего, а именно концентрацию радуги увеличила, получилось так, что в 4 раза. То есть вместо, условно говоря, 2-х кубиков залила себе 8. Это сверхдоза. Я обычно работаю, считаю, что максимально это 5. Вот, она сделала себе 8. Ей было, конечно, не очень комфортно, но вот вследствие этого из неё, она внутривенно делала себе вливание этого состава, влила. Но потом у неё началась высокая температура, ночью она сильно потела, утром у неё был понос, и вот вместе с этим поносом из неё повыпадали вот эти вот товарищи все. Скажи, вот внутривенно, ну, всё-таки надо было поставить капельницу, ей кто-то помогал или она сама это всё делала? Ей помогала медсестра, собственно говоря, которая и перепутала всё это. А, ну вот, видишь, медсестра ей помогла. Ничего случайного не бывает. Хорошо. Так, ну, скажи, там вена не пожгла на себе ничего? Ты знаешь, самая радуга на вены не воздействует. На вены может воздействовать перекись водорода. Перекись. Вот я поэтому спрашиваю, то есть с перекисью всё нормально, просто концентрация радуги была увеличена? Да, да, с перекисью нормально. А, ну всё, я понял. Просто концентрация радуги. Перекись там однозначно сделала столько, сколько нужно. А вот с радугой на путь. Потому что я экспериментировал, и вот есть максимальная доза, после которой уже просто вены становятся очень жёсткими, более болезненно, и лучше здесь, конечно, не перехимичить, то, что называется. И ты вот рассказывал о том, что в этом случае помогает витамин С. Ну да, помогает витамин С. В данный момент, сейчас я перешёл уже на немецкий витамин С. Чем он примечательный? Тем, что содержание витамина С в одной ампуле 1 грамм. В российском аналоге, те, что продают, нужно, в общем, 20 ампул, чтобы было сопоставимо с немецкой. Вот получается такая вот ситуация. Понятно. А цена-качество в этом случае? Цена-качество? Ну, конечно, немецкий не дёшев, но он оправдывает свою цену и затраты, и усилия по его доставке. Да, он в Россию, собственно говоря, не поставляется, но если пациент привозит его в частном порядке для своих нужд, для своего лечения, тогда его можно использовать. Понятно. А вот скажи, столько всякой дряни повылазило из неё. А у тебя были предположения, что там ещё и гельменты в большом количестве присутствуют, и грибницы? Алексей, конечно, ведь каждый пациент, которому я отправляю, я не просто так, мне кто-то написал, говорит, пришлите мне ему, да, держи. Нет. Каждый человек, который хочет применить на себе радость, он мне присылает свою историю болезни, условно говоря. Имеющиеся у него медицинские заключения. Он описывает своё субъективное состояние. То есть как он, что он, где болит, где не болит, как он себя чувствует. Ну и прочие проявления. Присылает мне, если это необходимо, фотографии лица, тела и так далее. То есть я подробно человека изучаю. Помимо радуги он получает ещё кучу рекомендаций, что делать, как применять, какие очистительные процедуры. Ну и в совокупности получает радуги. Конечно, я предполагал, что там и червы могут быть и так далее. По описанию. Первичный запрос был на то, что очень большая вирусная тягощение организма. Ну а там, где вирусы и вот такие нарушения, там, конечно, до червей совсем недалеко. Поэтому, конечно, предполагал. Но вирусная в смысле слабый иммунитет, постоянные простуды, да? Какие-то своё чувства плохое? Нет. Человек делал исследования, анализы, сдавал кровь, и у него были обнаружены такие-такие-такие-такие-то вирусы конкретно. В основном это вирусы герпесной группы. Либо какие-то простейшие. И вот исходя из того, что необходимо было преодолеть вот эту вот вирусную нагрузку, использовалась определённая концентрация радуги. Потому что для, во-первых, каждого человека должна быть своя концентрация, исходя из его физиологических особенностей, исходя из, скажем так, пигментации тела и тому подобное. То есть под каждого подбирается свой особенный. Поэтому я и прошу какие-то бумаги, какие-то исследования, результаты. Если у человека этого нет, я прошу его пройти. Обязательно прошу сделать какие-то исследования на крови, на вирусы. То есть что присутствует, в каком количестве. И потом после лечения практически всех прошу снова сделать, повторно сделать исследование, чтобы понять, какой результат. То есть, скажем так, вирусы, гребницы и гельменты, они так друзья, которые держатся за ручку, гуляют по организму. Но вот тебе прислали. Но там же не было указано, что паразиты в виде червей присутствуют. Там же просто вирусы были. Ну, конечно, просто вирусы были. Но я также прошу иногда фотографию, допустим, лица. И по фотографии лица можно предположить. Плюс я прошу описание. Там некоторые задают уточняющие вопросы. То есть паразитов можно установить по внешним признакам. Тот же самый язык. Вот присылают фотографию языка. Уже там видно. И там есть вероятность присутствия паразитов. Нет. По кожным покровам на лице тоже там есть. Нет. Но у нас был радиоэфир по поводу диагностики. Там подробно мы об этом разговаривали. Вот. У кого есть желание, можно переслушать. Всё понять, о чём я сейчас говорю. И вот так вот можно предположить. Плюс анализ крови присылают, допустим, низкий гемоглобин у человека. Или он там несколько анализов крови присылает. То есть был-был-был нормальный. Потом раз – резко упало. И вот когда резко упал гемоглобин, можно было… И плюс ещё, допустим, сои поднялось. То есть воспалительный процесс. То есть гемоглобин упал, сои поднялось. Появился ещё какой-то воспалительный процесс. То есть какая-то утечка крови куда-то и воспалительный процесс. Вот тут можно уже достаточно смело предполагать, что наверняка есть какие-то черепы. Потому что черепы – это в основном кровососы, потеря крови, воспалительные процессы. А они же кишечник накусывают. Там, соответственно, тоже появляются воспалительные процессы. Ну и плюс своим пребыванием в кишечнике они тоже вызывают всякие воспалительные процессы. Они, отягощая организм токсинами, продуктами своей жизнедеятельности, могут вызывать воспаление почек и тому подобное. Поэтому повышение сои – это индекс воспалительного процесса в организме. И снижение уровня гемоглобина, причём такое значительное, до 110 и так далее, до 100 и ниже. Это при отсутствии внутреннего кровотечения кишечного, допустим, ну, опять же, анемия в организме должна быть там. Ну, есть признаки того, что идёт кровопотеря, но внешних проявлений этого нет. И, допустим, из прямой кишки ничего не течёт, кал не чёрного цвета, а обычного там, ну и так далее. То есть вроде бы кровопотеря есть, а куда эта кровь уходит, непонятно. Вот тогда можно с большой долей вероятности предположить, что её высосывают черепы. Вот. Хорошо. А вот то, что она такую дозу ударила, может быть, как раз и нужно было такую дозу ударить, если уж там так зачервивила она? Ты знаешь, ну, здесь можно было бы, конечно, сразу такую дозу ударить, но если бы человек был подготовлен. Вот. А для неподготовленного, то что значит неподготовленный? До этого ни разу не применял подобные составы, подобные препараты. Для неподготовленного человека всё равно лучше начинать как-то мягче, мягче, мягче. И в конечном итоге всё равно выйдешь на такой же результат. Но если кому-то надо побыстрее, то можно, конечно, посильнее. Но всё равно это определённый риск. И вот слава богам, что в её случае всё закончилось хорошо. Ну, бережённого бог бережёт. Бережённого, да, бог бережёт. Но ведь, когда человек подготавливается, червячки, они тоже такие неглупенькие, они тоже готовятся. Тоже они чувствуют усиление дозы и противогаз на себя, наверное, натягивают. Ну, не противогаз, а там просто они могут понять, что нужно уже эвакуироваться, пока не началось. Вот это единственная штука. Потому что точно так же, как человек не живёт на Северном полюсе, точно так же червяки не могут жить в организме, который насыщен радугой, противогазом. То есть приспособиться полностью они не могут? Всё равно так или иначе будут из организма выходить? Приспособиться они не могут. Ну, точно так же, как человек не может приспособиться к тому, чтобы употреблять яд большим количеством. Потому что даже если там вот есть такие способы, чтобы тебя не отравили, так маленькими-маленькими дозами яд кушать, и потом впоследствии большая доза тебя не убьёт, то в данном случае здесь же не маленькие дозы поступают, а большие. Это всё равно, что человек бы там постоянно стаканами этот яд пил. И как он? Ну, не приспособиться организм к этому. Ну, понятно, понятно. Ты мне напомнил рассказ одного алкаша, что он начал пить маленькими дозами для того, чтобы его не споили. Угу. Да. Было смешно его слушать. Ну, смешно и печально. Ладно, понятно. Значит, что теперь? Ты продолжаешь наблюдать за этой сударыней? Какие результаты там? Сколько времени прошло? Самочувствие? Что говорят дяденьки, тётеньки, врачи? Ну, ты знаешь, честно говоря, вот эта сударыня, как тебе я сказал, она из моего поля зрения исчезла, ну, через несколько месяцев. То есть, там, два-три месяца мы с ней переписывались, и она говорила о положительных результатах, о том, что, в принципе, всё хорошо. Вот. И потом человек ушёл, ну, дальше в свою жизнь. Я таких пациентов не тревожу, не беспокою, не напоминаю о том, что там у них когда-то была болячка, потому что я для них ассоциируюсь с их прошлой болячкой. Вот. И поэтому обычно, ну, и по жизни бывает, и по логике так, что когда у человека всё хорошо, он доктора не беспокоит, он не звонит, не спрашивает ничего. Если возникают какие-то проблемы, то здесь уже идёт контакт. А коли контакт о них, пока меня не беспокоит, априори считаю, что, ну, в принципе, всё хорошо. Обычно всегда существует, как бы, контрольный опрос, то есть, когда человек уже говорит, что, ну, мне нормально, у меня уже всё хорошо, можно пока прекратить, приостановить, закончить. Я снимаю с него конечные показания, то есть задаю, опрашиваю, как вот это, как вот это, там, как анализы, он говорит, что там, ну, всё хорошо. Я прошу обычно человека через несколько месяцев, через полгода или год, либо появиться, либо написать там о чём-то, как, что. Пишет человек, ну, значит, держу под контролем. Не пишет, я не навязываюсь, не влазю. Это как бы на воле уже и богового человека, то есть, как он там дальше будет себя вести. Вернётся он к прежней жизни, там, к прежнему образу жизни, питания и так далее. Не вернётся. Всё, что я мог, я наставил его, объяснил, рассказал, а дальше уже воля его самому. Вот. Понятно. Ну, в общем, получается, что ты хорошо, в принципе, отметил, когда у человека всё хорошо, он как-то о другом, о ком-то особо и не думает. Когда что-то плохо, он начинает искать того, кто ему поможет. Врач помогает со здоровьем. Поэтому, если тебя пациент не беспокоит, то в этом случае он пациентом быть перестаёт, ибо слово пациент означает терпящий. То есть, он теперь уже не терпит, и он теперь уже спокоен, нормальный человек, живёт хорошо. А ты рад тому? Ну, в общем-то, да. Вот. Значит, что касается прямого назначения радуги-3, сейчас скажу, и можем перейти уже даже к следующей части эфира. Прямое назначение – это внутривенное применение. Вот, возможно, внутриартериальное применение, но это нужны особые условия, там, стерильности и так далее. Помещение я такими условиями не обладаю. Поэтому я использую внутривенное. Внутривенное возможно введение там от десятых доз миллилитров до нескольких миллилитров в зависимости от состояния, от необходимости и тому подобное. При внутривенном вливании на практике уже установлено, что происходит, ну, в принципе, всегда происходит, во-первых, снижение темпов развития, раковых опухолей, и происходит уменьшение их размеров, происходит изменение их структуры, консистенции. Ну, здесь через УЗИ, здесь через ПЭТ-КТ можно наблюдать, там, на ПЭТ-КТ видно, допустим, изменение структуры, то есть была там плотная, стала там рыхлая и так далее. При помощи УЗИ наблюдается изменение, там, к примеру, из последних, то, что в памяти свежо, два случая с раком печени, у одного за две недели применения, там, изменение порядка 10%, вот, у другого за первый курс, десятидневный, прошло изменение на 10%, после второго десятидневного курса, там, двухнедельный, ну, и десятидневного, вы говорите, вот, у УЗИ через 10 дней дел, еще на 18%, то есть вот за два курса применения радуги, у него снижение размера опухоли достигло 28%. По периодичности это в течение полутора месяцев. Мне неизвестно о том, чтобы официальная медицина неоперабельным путем добивалась подобных результатов, то есть, образно говоря, за полтора месяца снижение размеров опухоли на 28%, ну, образно говоря, на 30%. Вот, возможно, где-то такие прецеденты и есть, и были, но мне они неизвестны. Причем самочувствие человека при этом, при всем, не ухудшается, а наоборот улучшается. У него улучшается и состояние живота, у него улучшается состояние печени, почек. И в этом основное различие радуги 3 от химиотерапии. При применении химиотерапии идет дополнительная нагрузка на печень, на почки. При применении химиотерапии дополнительно капает там гептрал и тому подобное для того, чтобы поддержать печень или другие препараты для того, чтобы поддержать почки. При применении радуги 3 ничего подобного делать не нужно. Радуга-3, наоборот, выздоравливает и печень, и почки, и к тому же убирает тонкий процесс. Это ее отличительная особенность. Собственно говоря, что касается рака печени, вот такие были результаты. Рак груди, тоже достаточно часто встречающиеся заболевания. Из последних случаев женщина у нее был рак груди, причем в обоих железах, и при этом пошло отягощение, обширный метастазирующий процесс в кости. Когда идет метастазы в кости, с точки зрения официальной медицины это уже очень сложно, это очень плачевно и так далее. Она обратилась ко мне уже, собственно говоря, наверное, без особой надежды. Как говорил Воланд в этой мастер-амагарите, что больной сначала бежит к врачам, потом бежит уже, когда ему ничего не остается, к шарлутану, целителям и так далее. Так вот она уже от того, что ей уже делать нечего, побежала, собственно говоря, к шарлатанам целителям. Вот. Пришла... Ты себя к кому причисляешь? Так сразу поясни. Я к целителям себя причисляю. К целителям. Успокоил, хорошо. Вот. И почему не к шарлатанам? Потому что, ну, шарлатан — человек, который обещает и не добивается. Я, в принципе, не обещаю, но добиваюсь. Поэтому к себя к шарлатанам не причисляю, я считаю, что целитель все-таки. Так вот, она еле пришла, там, трудно ходить, ей родственник помогал залазить на кушетку, там, эти обширки, метастазы в кости и так далее. Проблемы были. Потом, после лечения, она там, по моим указаниям, дома у себя лечилась, под моим наблюдением. И начало с того, что сначала на прогулки ходила, там, длительные и так далее. А последний раз, когда мы с ней переписывались, когда она давала о себе знать, она уже в общем собралась устраиваться на работу и придя на врачебную комиссию по инвалидности попросила, чтобы ей дали вторую рабочую. А до этого у нее там была, ну, какая-то совсем нерабочая. Ее там уже почти списали. Вот такая вот ситуация. И все эти боли у нее прошли, очаги там, очаги уменьшились, ну, и тому подобное. То есть налицо был вот факт оздоровления. Других пациентов, вот по стандартной схеме, очень много приезжает послеоперабельных пациентов, то есть кого уже прооперировали, они мониторят свое состояние, смотрят количество онкомаркеров, смотрят анализы крови. Очень много пациентов приезжает, у кого начинается ухудшение после операции. Там онкомаркер пополз вверх, там общее самочувствие ухудшилось и так далее. Вот много таких пациентов, которые пройдя после лечения радуги, они отмечают, что и онкомаркеры снизились, что и общее самочувствие улучшилось и так далее, и так далее. При применении радуги уходят Также и доброкачественные новообразования, вот тоже один из последних случаев, это новообразования с почек ушли, кисты у людей уходят, в принципе, без разницы из каких мест. Ну, про мемы, эндометриоз я уже говорил. Был тоже не так давно случай, когда был рак пищевода, тоже он ушел практически полностью. Ну и так далее, и тому подобное. То есть, в чем, как говорится, слава богам, что так вот удалось, и ее основное действие заключается, ну, собственно говоря, не то, что заключается, оно обусловлено теми травами, которые входят в ее состав. Вот полынь, противовирусное средство, чага, противобактериальное. Дуб – это дубильное вещество, он защищает, содержит в себе дубильные вещества, защищает клетку, усиливает клетку, оздоравливает ее. Береза является антагонистом, вирусом, бактерием. Сабельник – он улучшает состояние крови и лимфатической системы, то есть он фактически применяется при раках крови, при различных раках лимфатической системы, лимфомах. Корень – это дубанчик, сам по себе, противоонкологическое средство. Гранат обладает обширным набором противоонкологических средств, но и способом для невоздействия на эти факторы. И сам по себе он тоже содержит большое количество дубильных веществ, по аналогии с дубом, но помимо этого еще противобактериальное действие у него есть. И вот все эти вещества, все эти травы и вещества, в них содержащиеся, и каждый в отдельности, и в совокупности, они воздействуют так, что, по крайней мере, в моей практике, на моей памяти они не оставляют шансов онкозаболевания. Ну вот, не я… Понятно. Я еще, подожди, Алексей, еще хотел сказать, что своим эфиром этим я не хотел бы ни о кого, скажем так, чересчур обнадеживать и так далее, но хочу лишь сказать, что при грамотном применении и при таком ответственном подходе к своему лечению онкопроцесс практически всегда удается остановить, подавить и лечить человека. Но, конечно, зависит и от того момента, когда человек обратился, от того, сохранился еще и ресурсы, там, уделительные системы, иммунные системы, вот, и насколько человек сам готов к лечению, потому что процедуры иногда будут и болезненные, и неприятные, и тому подобное. И вот насколько человек готов к этому. Да, я тебя слушаю, Алексей. Пойдешь в руки, попадешь, так что будьте готовы ко всему. Это я представляю. И подтверждаю, что если хотите быть здоровыми, то тогда уж держите себя в руках, силу воли проявляйте. И выполняйте все рекомендации и на становление установки врача. Ты вот мне сейчас скажи, есть люди, которые пораженные какими-то грибками, вирусами и паразитами различного вида, различного формата, они страдают различными заболеваниями, такими как аллергия. Вот здесь ты назвал перечень тех как раз многоаллергенных природных продуктов. Береза, полынь и так далее. Многие имеют аллергию. Вот давай кратко коснемся этого момента. Как людям себя ощущать в тот момент, когда ты им засандалишь дозу нужную, и они там начнут запихаться, у них сопли пойдут, глаза слезятся, легкие булькать начнёт, ну и все они будут чесаться. Что дальше делать? Ну, во-первых, таким людям сразу радуга не идёт. Если есть какие-то предпосылки на аллергию, то и всегда изначально прокапывается сода, проводятся очистительные процедуры. И вообще, прежде чем применять растворы на основе перекиси водорода для внутривенного, то есть внутривенно, нужно обязательно сделать очистительные процедуры организма. Нужно в какой-то лёгкой дозе, по крайней мере, сделать тестовое выливание, для того, чтобы понять, насколько велико вирусное отягощение, в какой активной фазе они находятся. То, о чём ты сказал, в моей практике, это не то, что практически, теоретически быть не может. Потому что я вообще человек, который наобум ничего не делает. Я страхуюсь и перестраховываю 10 тысяч раз. И если я что-то делаю, то я делаю уже наверняка. Поэтому, естественно, при наличии, допустим, большого отягощения, я человеку объясняю, предупреждаю, если ему нужно всё это побыстрее, поскорее, он, допустим, ограничен во времени или в средствах и хочет поскорее всё это закончить, то, естественно, он получает предупреждение о том, что последствия могут быть достаточно такими тяжёлыми, и это нужно всё просто перетерпеть. Что касается аллергии и прочего, в принципе, у нас был эфир, и основная мысль этого эфира состоит в том, что аллергические реакции на применение каких-либо препаратов являются, вернее, они обусловлены массовой гибелью патогенов, то есть какой-то патогенной флоры в организме. Допустим, попадает в организм берёза, а организм отягощён какими-то грипповыми бактериями, и они начинают в массовом порядке гибнуть. Поскольку очень часто у таких людей выделительная система отягощена, лимфа стоит без движения, то, соответственно, это начинает всё идти через нос, уже выводиться, через лёгкие, через кожные покровы. Вот то, что ты сказала по поводу аллергических проявлений, высыпания у человека, может какие-то появляются сопли, кашель, мокрота полезет, которая будет затруднять дыхание, то человек к этому просто-напросто должен быть готов и понимать, что если появятся такие выделения, то, соответственно, мы можем приостановить вливание радуги и провести ему курс очистительных процедур и внутривенные вливания соды для того, чтобы почистить и кровь, для того, чтобы лимфу почистить, усилить, сделать какие-то специальные лимфодренажные техники и тому подобное. И через период, когда произойдёт стабилизация, когда уйдут какие-то реакции с кожного покрова, когда уйдут с кожного покрова, допустим, потом продолжить. Если это, что касается соплей и затруднения дыхания, то здесь я использую ингаляцию при помощи радуги, то есть радугу можно ещё дышать при помощи компрессора, но ингалятора. Когда она попадает в громкий, в лёгкий, то она, соответственно, убивает бактерии и всю гадость прямо там на месте. Что касается, если у человека там из носа что-то полезет, то здесь можно делать назальные вливания слабых растворов перекиси водорода, и все эти бактерии, вся эта гадость, все эти синуситы, риниты, они проходят буквально там 2-3 процедуры правильно проведённых, они уходят. Поэтому здесь при грамотном подходе, обладая знанием, бояться каких-то аллергических проявлений абсолютно не стоит. – Понятно. Хорошо, хорошо. Про это поговорили. Может быть, прервёмся на небольшую музыкальную паузу и потом ко второму препарату уже перейдём? – А, давай, конечно, давай. – Хорошо. Итак, немножечко отдыхаем, после этого слушаем продолжение передачи и касаемся препарата «Феникс-4». Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 6 июня 2017 года, вторник, по одному из старинных, 16 день месяца ветров, 7525 лет, неделя. Практика применения полифитоконцентрата «Радуга-3» и экстрата «Феникс-4» при оздоровлении онкологии. Такова тема сегодняшнего нашего живого эфира. Автор-сказитель Захар Билинский. Ари-рад. Не ари-рад, не арий какой-нибудь там ещё дополнение там всякие, я её читал, а именно ари-рад. Ну так, кому тяжело уговаривать ари-рад, просто называйте Захар Билинский. Итак, давай мы уже переходим ко второй части нашего названия. Экстракт «Феникс-4». Что же такое за чудовинка такая интересная? С чем её едят, как её употребляют? Ну, «Феникс-4» — это вообще замечательная такая штука. Вернее, не «Феникс-4» — замечательная штука, а замечательная штука корень солодки, которую нам подарила матушка наша природа, обладает просто чудодейственными свойствами. Сам по себе этот корень солодки, он является иммуностимулятором, и к тому же он является таким веществом, которое улучшает, увеличивает проницаемость клетки, за счёт чего в клетку полезные вещества проникают лучше и уничтожают заразу на клеточном уровне, и даже на уровне ядра клетки. И плюс является ещё транспортным средством для перекиси водорода. Поэтому само по себе корень солодки — это прежде всего иммуностимулятор, это транспортное средство для полезных веществ, и это вещество, которое улучшает проницаемость клетки, чтобы туда удобнее попадали лекарственные средства. То есть это не то, что вспомогательное, а это такое средство, без которого «Радуга-3» будет работать чуть-чуть хуже, чем она может. А вот с «Фениксом-4» она работает, образно говоря, процентов на 50 лучше. Потому что вот эти все вещества полезные, которые есть в «Радуге», они за счёт «Феникса» будут действовать эффективнее, в клетку лучше проникать, и по организму быстрее двигаться и так далее. Вот что такое двух словах «Феникс-4». Откуда появилась такая идея создать такой препарат? Ну, по поводу «Радуги» это понятно. А по поводу «Феникса» я его сделал для того, чтобы люди могли сами собирать, причём грамотно собирать раствор перекиси водорода для внутривенного вливания. Потому что там, ну, по крайней мере, по тем стандартам, которые заложила Елена Сергеевна Солодовникова, там используется экстракт перекиси, экстракт корня солодки. И в отдельном виде его было не приобрести, то есть его нигде не было. Какие-то готовые препараты были в продаже, то же самое в Москве, но стоили безумных денег. А готового препарата, которое бы могло хватить на изготовление множества таких вот вливаний, его не было. И я решил облегчить жизнь народа и вот создать такую штуку, приобретя которую человек может сделать уже, в принципе, ну, очень большое количество, там, до 40 этих флаконов из того, что я предлагаю, создать можно. Ну, а радуга – это уже, можно сказать, такой специальный, противоонкологический препарат, а феникс-4 можно использовать для приготовления, скажем так, правильного раствора перекиси водорода, чтобы бороться просто с инфекцией, бороться с какими-то грибками, кандидозами, просто улучшать состояние, самочувствие, там, ну и так далее. Вот так. Алексей. И всё, и всё, а как применять? Таким же образом? Какие-то дозы, дозировки? Ну, как применять? В зависимости от концентрации. Если там концентрация 1%, ну, как по стандарту, собственно говоря, то там, в принципе, стандартная доза до 1 мл на 100 мл физраствора. Если уже повышенная доза необходима, то там получается до 2,5 мл на 1 мл физраствора. И в итоге, ну, там обычно делается объем 200 мл, то в обычной дозе это 2 мл на 200 мл физраствора, а в усиленной это до 5 мл на 200 мл физраствора. Вот такие, собственно говоря, дозировки. То есть то, что я в самом начале рассказывал, это и есть описание приготовления, собственно говоря, вот этого Феникс-4. И ту дозировку, которую сейчас мы озвучили, она, в принципе, оттуда и есть. Но, опять же, хочу оговориться немножко, что ежели немножко не так приготовлено будет, то может пойти нагрузка на сердце. При использовании Феникс-4 возможно снижение давления. Иногда возможно достаточно сильное снижение давления, потому что он, по-моему, всего прочего еще воздействует на сердечно-сосудистую систему и может расширять сосудистое русло, и через это падает артериальное давление. Поэтому нужно вот то, что рассказываю, вот вообще ни на секунду от этого не отходить. Потому что некоторые думают, а что я сейчас вот там нафигачу побольше, и эффект будет лучше. Ничего подобного. Вот. Поэтому будьте внимательны, аккуратны, осторожны. И если у кого-то нет профессиональных навыков или там вот именно возможностей самостоятельно готовить, то все-таки лучше не экспериментировать. Вот. Ну, если кто-то совсем далеко уже как-то за пределами досягаемости, то у вас, по сути, получается и выхода-то нет, вы там уже так старайтесь. А те, кто может, как-то лучше, конечно, что-то приобрести готовое, посмотреть, иметь представление, а потом уже, возможно, делать своё, чтобы было хотя бы с чем сравнивать. Получается, не получается, и как действовать для того, чтобы избежать ошибок. Ещё скажи, вот эти концентраты и экстракты, насколько их хватает человеку? Насколько нужно, вернее, как какая в среднем продолжительность приёма курса? И вот бутылочка та, которая там 200 грамм, наверное, да, или там 400 грамм? На 200, да. Насколько она человеку хватит? То есть курс или там ещё на всю семью, что там? Смотри, значит, вот бутылочка 200 мл, её хватает на развернутый курс. То есть что значит развернутый курс? Там производятся и внутривенные вливания, там производятся и внутримышечные, там производятся подкожные плюс ректальные. И вот этой бутылочке 200-250 мл, её хватает на месячный, тире-полуторамесячный курс для лечения онкобольного. Причём по итогам этого курса он может уже практически выздороветь даже от самых тяжёлых стадий заболевания. То есть там нет необходимости еженедельно использовать новую бутылочку. Чтобы было понятно, объясню. К примеру, внутривенные вливания максимальная доза – это 5 мл. Средняя доза – это 2-3 мл. Отсюда, соответственно, если вы будете делать только внутривенные вливания, вы можете понять, на сколько вливаний вам хватит, если вы будете вливать по 2 мл в бутылочке 200, то, соответственно, вам хватит, образно говоря, на 100 вливаний по 2 мл. Если вы будете использовать только такой способ введения внутривенные, то при, к примеру, максимальном количестве 20 вливаний вам хватит на пятерых человек. Ежели вы сюда будете добавлять ещё внутримышечные введения, внутримышечные введения там в среднем – это где-то 5 мл. Под кожу вводится там 1, 2, 3 мл. В некоторых случаях там тоже до 10, но это когда обкалывается обширная доза. Можно ещё делать там такую процедуру, как лимфотропка, то есть под кожу вводить в лимфатическую систему, чтобы лекарство достигало лимфатических узлов. Там используются вообще малые дозы, десятые доли мл. То есть, ну, к примеру, можно сделать такой прогноз, что, к примеру, рассчитать лечение человека. Ему, допустим, нужно там 15 вливаний радуги. Ну, это возьмём там по 3 кубика, это 45 мл. Ему нужно там сделать тех же самых 15 внутримышечных вливаний. Это, допустим, по 5. Ну, это получается там 75, 140, ну, это уже там 100 с лишним и так далее. То есть это хватает на полный курс, на месячный, полуторамесячный курс для онкобольного. Либо же, если человек занимается профилактическим лечением, это может ему хватить, условно говоря, на год лечения. Он полечился, там прошёл какой-то курс на вливания, там 10, 15, 12, поставил в холодильник, там через полгода достал, продолжил. Вот, там через год достал, продолжил. В холодильнике со стерильным составом ничего абсолютно не происходит. Свойства их он практически не теряет. Вот, если, конечно, в том условии, что храните вы его в отдельном холодильнике, либо в холодильнике он хранится герметично запечатанным, чтобы там те бактерии, которые в холодильнике, всё же таки могут присутствовать, они не попадали в состав. А, поверьте, допустим, если «Феникс» держать просто в флаконе, как бы, и в обычном холодильнике, не знаю, каким образом, но бывает, что туда всё-таки что-то просачивается. Поэтому лучше держать это либо в отдельном холодильнике, либо герметично запечатанным, если находится в общем холодильнике. Алексей, я ответил на вопрос? Или что-то ещё поясни? Да, я думаю, что ответил. Так, что-то ещё хочешь добавить? Или уже будем переходить к вопросам? Что-то ещё хочу добавить? Ну, так, такое небольшое отступление на то случай, что если следующий наш эфир вдруг по каким-то причинам не состоится, ну, просто, может быть, кому-то это будет интересно, тоже с такой сообразной информацией, что не знаю, как, какие силы, кто что заинтересован, но за то, что я вот эту штуку пропагандирую, продвигаю, применяю, на меня даже пытаются оказывать такое воздействие, причём достаточно такое сильное. Вот, то есть внешним силам, не буду там в эфирах радиостанции озвучивать какие-то внешние силы, то есть невыгодно, не нравится, и вот там всякие провокации пытаются делать, там ещё что-то такое. Вот, то есть сталкиваюсь с таким достаточно, пусть и неявным, но с сильным сопротивлением и, скажем так, каким-то таким подлянками. Вот, но для меня, собственно говоря, это может быть даже некоторый комплимент, что если такое происходит, значит, всё нормально, всё работает, всё движется туда, куда мне нужно. Вот, ну, а дальше уже боги управятся, как должно быть. Вот, ну, вот, собственно, теперь можно, наверное, приступать и к ответам. — Хорошо, да, я тоже замечаю, что если какие-то в кавычках «добрые» дяденьки или тётеньки делают подлянки, это говорит о том, что вы становитесь значимыми в этом мире и на вас начинают обращать внимание. Значит, на правильном пути, товарищи, правильной дорогой идёте, сказал нам дедушка Ленин-заброневичка. Ну что ж, давай тогда запускаю отбивочку и переходим к вопросам от наших радиослушателей. Народное славянское радио Для пытливых умов Продолжение слушайте в следующей части.